В течение года террористы на Синайском полуострове обстреливали ракетами город Эйлад, который находится на юге Израиля, неподалеку от границы с Египтом, с одной стороны и Орданией с другой. В связи с этим в городе усилены меры безопасности. Вблизи границы с Египтом установили оградительное сооружение, чтобы предотвратить проникновение террористов на израильскую территорию. Израильство Израиля установило это заграждение около года назад в связи с увеличением количества терактов на территории страны и наплывом беженцев из Египта в Эйлад. Можно сказать, что террористы находятся буквально на расстоянии 10 метров отсюда, однако израильтяне чувствуют себя в безопасности благодаря оградительному сооружению. Его строительство действительно дало гражданам чувство защищенности. До появления этого забора пересечение государственной границы для любого человека не составляло никакого труда, а сейчас сами посмотрите, какое массивное ограждение отделяет нас от злоумышленников. Проникнуть за него стало гораздо сложнее, так что по сравнению с прошлым годом израильтяне чувствуют себя более защищенными за этим забором. Вопрос безопасности является приоритетным для властей Израиля. Арсенал мер не ограничивается железным куполом и установкой ограждения на государственных границах. Так, приграничный контрольно-пропускной пункт вынесли за пределы Эйлата для предотвращения нападения на Израиль с Синайского полуострова. Как видите, за городской чертой Эйлата есть контрольно-пропускной пункт, чтобы защитить местных жителей от любых угроз, исходящих как изнутри Израиля, так и с территории других государств. В Эйлат ведут всего две дороги, одна сверху, а другая снизу. По-другому попасть в город невозможно, поэтому очень важно обеспечить безопасность именно на этом шоссе, ведь с этой стороны также исходит террористическая угроза. Не стоит забывать, что в районе Эйлата проходит государственная граница Израиля с тремя странами арабского мира. По уровню подготовки городов к чрезвычайным ситуациям Эйлат находится на одном из первых мест в Израиле. Местные власти сотрудничают с командованием Цахала, а при необходимости в городе открываются общественные убежища.